привет всем поближе я не знаю это видео будет середине и в начале потому что с утра я уже снимала как я пекла фокаччо то которую купила смесь на хайхер вот очень забавно вышло сейчас бегу на почту мне нужно отправить посылку я тут через финно не только покупаю но и продаю я уже говорила об этом продаю свои вещи которые мне те которые я носила еще в украине которые мне не подходят и обувь я обувь всю продала абсолютно всю то что у меня была просто маленькая стала сейчас продаю такая куртка пальто она на меня тоже маловато тесновато такая немножко и какие-то вещи тоже продаю которые на мой взгляд не подходят для норвегии то есть не теплые я тут вся ушла в шерсть когда приду домой я вам как обещала покажу как нужно одеваться но не то что я покажу многие кто живет норвегии знает возможно это будет интересно тем людям которые у которых будет первая зима в норвегии которые не курсе и думают они обойдутся без шерсти и просто покажу как это делаю я меня моих видео вы знаете я вообще далеко от того чтобы кого-то чему-то учить вы все взрослые люди я сама не люблю непрошенных советов и поэтому но у своих видео я могу давать советы потому что если вам не нравится вы просто не смотрите они такие знаете больше рассказ о том что мне подходит что мне нравится как это делаю я как это готовлю я например как одеваюсь я как я покупаю как я экономлю вот поэтому здесь нет намерения кого-то умного научить потому что знаете у нас же очень-очень много умных людей которые знаете как я говорю я все знаю только не летаю вот поэтому кому не нужно то можете даже не смотреть а сейчас иду отправлю это шпальтов чего я еще хотела сказать а потом пойду в парк потому что у меня есть задание у меня есть задание от моего зрителя очень интересный мужчина который я имею ввиду в плане интересно я не видела его внешне не внешне оцениваю а его наполненность его интеллект его интерес к жизни интерес в чем-то знаете вот он интересуется истории военным делом даже больше там морской флот севером в общем вот такой вот и он пишет очень интересные комментарии и в каждом видео где я что-то такое снимаю вдруг случайно попадать не то что я такая продвинутая в этом деле его специально снимаю показать что я об этом очень много знаю и вот смотрите нет так получается случайно что я что-то снимаю он увидит и потом дает развернутый ответ по увиденному то есть он знает об этом больше даже чем я это очень интересно он и о фьорде писал и о блюхере корабле линкор не который был затоплен здесь немецком а вот и сейчас рука 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 вы знаете уже легче чуть-чуть стало чуть совсем чуть-чуть начала пить хондропротекторы пришли мои ну пью только третий день вот за три дня уже чуть-чуть легче уже сколько я внесла телефон в руке в этой вот и он не там задал вопрос там на видео на одном он видел очень интересный памятник да и и правда он очень такой своеобразный это воина на второй мировой войны и он там написанные имена даты и после даты что там написано вы же знаете на веске туда я там знаю так но виде очень все так быстро я там даже не смогла и стоп-кадр нормально сделать поэтому я решила ему сказала я специально для вас пойду к этому памятнику и на антон на том месте я хорошо его сделаю съемку его и попробую перевести и вам напишу и он сказал буду ждать с нетерпением вот поэтому поэтому меня были такие нежливые водители я стараюсь знаете мне так неудобно что постоянно так они пропускают что я стараюсь наоборот машины пропускать если там сложный разворот какой-то знаете и пока на встречке никого нет он может повернуть а тут меня пропускают и я махаю на что проезжать я сейчас дам эту пальто а потом пойду к этому памятнику пока не стемнело сегодня так хорошо тихо даже тепло на сегодня но сейчас может быть минус 2 минус 3 а было даже ноль сегодня и солнечно так хорошо сейчас зайду в наш туалет все таки все зашел бесплатно я за носовыми платками потому что с носа течет и как только выйду на улице начинается шмыганя носом пойду этой дорогой в парк в парке находится этот памятник мне еще вот здесь вот дом дом вот этот вот не нравится и это еще часть каменной такой скалы и в нем видите там вход как какой-то как подземелья но не подземелья как как может это какой-то сарай я не знаю что это здесь темница какая-то вот этот домик тоже очень нравится за этим так миленько видите я когда монтирую видео я вырезаю вот эти вот моменты когда я шмыгаю носом иногда будет проскальзывать если то извините еще мне нравится что так вот лавочки люди сидят любуются такими красотами представляете как это это просто это невероятно красиво как ой сегодня просто чудесная погода и вот тоже лавочка сел себе и сидишь сейчас три часа дня уже все садится солнце крепость ашкаршбор господи у меня язык не не пристроился еще к норверскому выговору уже с вами здесь ходили не раз но ввиду того что разное время года разные зрители частью меня зрители ушло часть пришла я этому рада теплоход какой-то я извините не разбираюсь в названиях суден поэтому для меня это все кораблики очень жалко что не взяла штатив потому что было бы так удобнее мне с вами разговаривать и держать камеру но уже будет как будет знаете я в своих видео перед собой по крайней мере я честно и не лицемерно вот все что все что я делаю я делаю от души все что я говорю я говорю от души если я перешла на русский язык то это от души и это только-только для моего ментального здоровья и для моего комфорта физического не материального очень глупо писать вы знаете я там читаю она перешла на русский язык для того чтобы было больше подписчиков чтобы больше зарабатывать во первых от меня от мисс отписалась от 220 человек и ноль подписалась вот не они подписывались но потом те другие отписывались у меня так и есть на канале минус 227 человек подписалась больше но потом подписалась в но все равно в результате я потеряла 227 человек поверьте для канала с двумя с половиной тысячи подписчиков это 10 процентов грубо говоря поэтому здесь я это понимала и во вторых с россией если будут меня смотреть и подписываться то мне ноль копеек в монетизацию с россией не монетизируется это так я опять еще раз это повторяю знаете для особо одаренных я это делаю для себя потом хочется сказать еще про токсичность людей очень познайте надо читаешь и просто диву даешься учебную такие иногда несомнительный тип и шуте и глупости и и оскорбление там я не понимаю знаете вот это вот мне тоже очень нравится фраза когда начинают я конечно извиняюсь я не хочу вас обидеть но и дальше вот это вот и короче корявая дрянь и в общем но это я так утрирую но суть такова всем не ответишь но я уже закалилась я уже такая стала толстокожая в этом плане меня это уже он так быстро это плет а это по-моему тот который нет это не тот который на копенгаген это кара каролина какая-то сейчас платите покажу живут он прям так рядышком на видео он так далеко а вот тут мне такое впечатление что я так руку протяну и вот так его потрогаю уже какой он красивый вот этот якорь с блюхера и вот это вот она этот памятник сейчас пока еще не потемнело надо будет снять и вот тут он говорит что-то дата и что-то тут написано тут 23 года вот написано 20 лет 35 лет это человеку когда у тонну у умер наверно тридцать четыре двадцать три семьдесят шесть сорок четыре а что еще здесь что он имел вид в роган это место где он родился наверно да я так думаю вы наверно внизу вы имели в виду что надпись здесь внизу написано павшие из фрогна ну фроган это вот эта коммуна от нот это регион а вот и напиши напавшие из фрогна и дата в 1939 сорок пятом годах да и вот здесь вот рядышком написано вот имя его дата его наверно смерти да наверно смерти точно тут сорок четвертый сорок первом и сколько ему было лет а вот это вот это место где жил наверно о и из бразилии представляете шотландия тридцать четыре года в сорок втором году шотландия с англии да это здесь написано откуда человек и это с крестьян сан до сорок семь лет из дребака божечки тринадцать лет боже а что же то он такой маленький он кем был там это же наверно не просто люди которые погибли это же наверно которые как-то защищали двадцать пять тоже из фрогна двадцать лет из стран хейма человек из фрогна дребак вот здесь на этой стороне тоже и вот до сих пор видите приносят цветы памятник очень красивый он такой своеобразный да ну мороз на руки у меня уже замерзли носом включила камеру перчатки надела все возвращаясь уже домой так что люди будьте добрее опять хочется сказать вам все что я делаю на своем канале честно скажу из эгоистических соображений потому как все люди они эгоисты все равно человек он создан природой так что не это и как это закон самосохранения и человек эгоистичен в том плане мой эгоизм заключается в чем вот в чем свои влоги я в первую очередь снимаю для себя извините не для вас а для себя потому как мои влоги и цель этого канала какая-то была я как у меня есть появилась уже тоже подруга она на канале она психолог она из моих подписчиц мы с ней не встречались вживую я мечтаю об этом потому что человек уникальный очень интересный она психолог она писатель она просто мудрая девочка она для меня я только узнала что и 41 я думала и меньше до 30 но не об этом а то я сейчас ушла она и сказала что да она писала мне что через свой влог я проговариваю какие-то вещи которые меня триггерят которые меня не устраивают или делают какую-то проблему или вообще такая застарелая проблема моей жизни психологическая имея ввиду и так у меня происходит какое-то самолечение как знаете психотерапия потому потому как я говорила что у меня нет ни денег на психолога или психоаналитика не желание ходить искать я имею ввиду даже в интернете это пробовать но как-то не знаю а через свой влог вот это такая психотерапия это раз но это уже как следствие первое для чего я его веду этот канал это как у кого-то это фотоальбомы у меня мой канал вы знаете я вам честно скажу это не самолюбование нет но мне интересно пересматривать свои влоги те которые были сняты год назад или больше мне это очень интересно я сама залипаю я скажу мне так нравится я вспоминаю потому что это все моя жизнь это мои прожитые какие-то моменты в этих видео как я вспоминаю какие у меня были эмоции что я проживала там в основном это когда мои животные как это кора выздоровела как я от счастья плакала и я вспомнила эти моменты когда она наконец-то ей разрешили врач разрешил попить она не пила пять дней не то что не ела даже не пила и это все я снимаю для того чтобы потом через много-много лет я могла вспомнить посмотреть возможно на тот момент я уже не буду снимать я уже не буду вести канал а мне останется такая память видите я я в этом тоже с вами честно я откровенно вам говорю возможно камера там грязная плохо видно вам но я нормально себя вижу так нормально что-то вижу там вот поэтому я хотела еще так много всего сказать но плохого говорить не хочется а хорошее уже все сказала поэтому бог с ними с теми людьми которые видят меня и мой канал иначе кто считает что я сюда поехала за халявой уйдите лесом знаете живите свою жизнь я не буду ни оправдываться ни вообще вы не стоите этого и я все-таки еще повторюсь я снимала об этом в предыдущем влоге что хороших людей на моем канале больше вот и что еще удивительно это то что те отписавшиеся люди они же продолжают меня смотреть может быть не все но очень многие они отписались я вижу но теперь у меня количество вот те 10 процентов то есть у меня получилось было 60 процентов с подпиской 40 процентов без подписки смотрели меня после того как я перешла на русский язык у меня теперь стало 50 на 50 то есть те 10 процентов которые отписались они продолжают смотреть удивительная же дело статистика я же могу посмотреть ее у себя в творческой студии поэтому вот вашего возможно кто-то и не смотрит но на большинство смотрят только без подписки но мне эта подписка она мне никак вообще нигде не не греет у меня настолько мало людей что там до 100 тысяч до какой-то кнопки еще ого-го так что главное для меня это просмотры просмотры все равно есть все люди будут идти туда в гору будет очень тяжело и даже не из-за этого у меня просто уже очень болит сустав плечевой я уже не могу нести камеру все папа удивительно уже мороз ночью до минус восьми а розы до сих пор живые какие-то норвежские закаленные розы ух Субтитры создавал DimaTorzok